Подробнее о проблеме бродячих собак и возможных способах ее решения мы поговорим с директором Владикавказского питомника Ахсарбеком Дидаровым. Ахсарбек Хасанбикович, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, в первую очередь вопрос, такое количество бездомных животных, оно увеличивается с каждым годом или сокращается? К сожалению, несмотря на нашу активную работу, так скажем, количество бездомных собак в городе Владикавказе, на мой взгляд, не уменьшается. Почему это происходит? Потому что до декабря 2018 года пока не был принят федеральный закон 498 об ответственном обращении с бездомными животными. Ну, тогда еще как-то и усыпляли собак, значит, на территории спецавтохозяйства, городской свалки, была так называемая яма Беккари, специально это яма, где можно было утилизировать трупы падших животных. Сейчас всего этого нету, и вот с 2017 года не усыплять, ничего уже закон запрещает, поэтому мы их только отлаливаем, привозим питомник, стараемся лечить, стерилизовать, и по возможности, это тоже не противоречит закону, мы их выпускаем в прежние места обитания. Ну, быстрый эффект это не дает, потому что со временем, вот сколько бы мы ни стерилизовали, это только где-то до 10 лет может пройти, пока их количество существенно начнет сокращаться. Ну, эту работу останавливать нельзя. На мой взгляд, вот я по опыту работы говорю, конечно, строить питомники надо, вот в республике только, я насколько знаю, у нас вот один питомник городской, и то он не достроен. В этом году вот сейчас торги прошли, к сожалению, никто не заявился, выделено порядка 35 миллионов на завершение строительства питомников, нам обещают, я смотрел проект, обещают еще около 100 валеров построить. Будут сданы в эксплуатации также и кормокухня, и ветеринарный блок нормальный, и карантинный блок, то есть те сооружения, которые нам существенно помогут лучше организовать работу, вообще в целом процесс содержания животных. И, конечно, уже, значит, вот это количество валеров нам очень много поможет и сократить количество бездомных собак в городе. А как обстоят дела с работниками в Владпитомнике? Хватает ли у вас сотрудников, справляетесь ли вы с объемами работы? Ну, у нас на сегодняшний день проблема только с ветеринарными врачами. К сожалению, вот два ветеринарных санитара есть, это очень мало, нам нужны ветеринарные врачи, которые бы могли квалифицированно вести работу по лечению животных, стерилизации и так далее. Сегодня, вот я уже второй год ищу, к нам никто не идет. Ну, причины разные, условия до конца не созданы нормальные, и заработная плата маленькая. Я обращался, и вот в ветеринарный факультет у нас есть, в сельхозакадемии, к сожалению, и выпускники не идут к нам. И вот большая помощь была бы, если бы хотя бы на местном уровне решили, где-то какую-то часть выпускников, чтобы направляли к нам, как бы отрабатывали вот после вуза. Да, потому что вот сейчас, если мы достроим питомник, это будет нормальный ветеринарный блок. Ну, почему молодым ребятам, выпускникам там не поработать, набраться опыта. Сейчас в повышении заработной платы недавно было уже где-то до 20 тысяч. Значит, еще будет дальше повышение. То есть условия максимально нормальные для работы ветеринарных врачей мы организовали, и будем дальше это все улучшать. И вот, пользуясь случаями, обращаюсь, если есть желающие такие, мы бы с удовольствием их приняли на работу. А в остальном пока нам хватает. У нас две бригады по отлову собак, есть и диспетчер, есть и вот санитары, мы их так называем, которые кормят, убирают валеры, то есть ухаживают за ними. И вот два ветеринарных санитара, тоже фельдшер, вернее, вот они пока занимаются лечением собак и стерилизацией. Но это мало. А помогают ли вам в работе волонтеры? Если да, то каким образом? Волонтеры? Ну, откровенно говоря, я бы хотел, чтобы их помощь была ощутима намного больше. Почему? Вот с нами постоянно работают только пока двое. Две молодые девочки, Карина, Маша. Я доволен их работой. Они тоже где-то работают еще, но буквально все свободное время они проводят с нами. Они приезжают, выгуливают собак, помогают их кормить, и самая большая помощь с их стороны, это они стараются максимально пристраивать собак. То есть у них есть своя страничка тоже, и вот сколько возможно, они нам помогают пристроиться. А как часто забирают собак из приемника? К сожалению, я не могу сказать, что эта работа идет эффективно. Очень мало. Если взять вот январь, февраль, март месяц, то может быть где-то 12-15 собак. И то щенки в основном. Это очень мало. Поэтому очень, вот когда Инстаграм или в интернете смотришь, очень много у нас в городе любителей животных, когда мы их приглашаем к себе, придите, пожалуйста, критиковать хорошо, предлагать тоже хорошо. Но придите к нам, мы готовы, мы с вами встретимся, мы обсудим все проблемы, которые вы поднимаете, примем какое-то конкретное решение оптимальное. К сожалению, не идут. Скажите, пожалуйста, много ли вот среди бездомных собак, которых отлавливают, те, у которых были хозяева, скажем так? То есть можно отличить собаку, которая бездомная, и та, которая была у кого-то в доме, жила, и ее просто выбросили? В основном их отличать можно. Каким образом? Очень много даже выгоняют вместе с ошейниками, да. И потом уже домашняя собака, которая привыкла к людям, к хозяину, она спокойно подходит и к нашим рабочим. Мы в них никакими там летающими шприцами, которыми мы пользуемся, мы в них не стреляем, никакой наркозы им не нужен, мы их просто берем в клетку и привозим в питомник. Если в целом взять, то где-то, ну, сильно не ошибусь, процентов 30-40 в городе бездомных собак, это те, которые имели своих хозяев, которые просто уже им не нужны, ну, по разным причинам. Кто-то содержать не может, у кого-то уже, может быть, тяжелое финансовое положение, карманы может покупать, лечение там сейчас очень дорогое. И вместо того, чтобы, ну, может быть, где-то с нами посотрудничать и сдать их нам, они их просто выгоняют на улицу. Скажите, пожалуйста, вот вы обратили внимание на то, что питомников для животных не хватает у нас в республике. Если таковые появятся, как вы думаете, это решит проблему бездомных животных? Ну, разумеется, конечно, решит. Если не только в городе, но хотя бы в целом по республике еще появится в двух-трех районах, а хотя они должны быть в каждом районе. Вот сегодня к нам все районы буквально города, республики к нам обращаются за помощью. Просят приехать, отловить собак. Ну, куда мы денем? Нам городских собак некуда девать. Мы не успеваем и стилизовать, и, значит, выпускать их. Но в целом питомники не нужны. Вот понимаете, как? Вот мое мнение, когда вот этот закон принимали, надо было дать возможность определиться и с финансами, построить питомники, организовать эту работу нормальную, и потом уже обязывать муниципалитет. Сейчас все на муниципалитет и свалили, да? А это быстро не решишь вопрос. Тоже проблемы с деньгами и все там. Но, тем не менее, ситуация такая, что это просто безвыходное положение. Мы без строительства питомников проблему эту не решим.